Добрый день! В интернете множество роликов о том, как сварить кофе. Ну и конечно же, как я не сниму ролик о том, как я варю кофе. Дело это не такое уж и сложно, но и не такое уж и простое. Конечно, проще всего купить растворимый кофе, залить кипятком и вот вам готовый напиток. Но турка дает возможность сварить кофе разного вкуса. Каждый любитель кофе утверждает, что именно его кофе вкусное и только его рецепт правильный. Но есть основные правила, которым нужно придерживаться всем и которым все любители кофе и придерживаются. Начнем с воды. Она должна быть бутылированная со средней минерализацией и жесткостью не более 8. Ни в коем случае не нужно брать кипяченую воду. Но конечно же, никто жесткость и минерализацию мерить не будет. Просто купите хорошую бутылированную воду. Температура воды должна быть не больше 60 градусов. И опять-таки, никто с градусником воду не будет мерить. Просто возьмите комнатную температуру воды. Зерна. Они должны быть средней обжарки или поменьше. Так они будут более ароматными, потому что в них эфирные масла сохраняются в большей степени. Далее посмотрите на срок изготовления. То есть, если вы купите кофе старее двух месяцев, то оно уже будет выдохшееся. И еще на упаковке должен быть клапан, который выпускает углекислый газ. Теперь как молоть кофе. Для этого существует кофемолка. Молоть нужно мелко. Но и не совсем как пыль. То есть, вы должны ощущать на подошечках пальцев крупинки. Для девушек это более понятно. Есть такая минеральная пудра. Спросите у них. Еще одно правило. Это количество зерен, которое берется в зависимости от количества воды. То есть, на 10 миллилитров воды нужно взять 1 грамм зерен. Турки бывают не только метные. Они бывают глиняные, из нержавейки и даже из стекла. А самая крутая турка из серебра. Самый оптимальный вариант это вот метная турка. Она стоит не так дорого, но и недешево. Если вы купите из нержавейки, то из-за того, что она сделана из нержавейки, у вас будет прогреваться только дно. И в итоге кофе неравномерно нагреется и говорят, что она получится невкусным. Медь же обладает такой особенностью и способностью, что нагревается полностью со всех сторон и кофе получается вкусным. Если найдете, то купите стеклянную турку. Очень интересно будет наблюдать, как внутри этой турки будет готовиться кофе. Это метная турка изготовлена в городе Пятигорске с соловянным покрытием внутри. Она довольно-таки распространенная, поэтому скорее всего вы в своем городе такую и найдете. Объем у нее 300 миллиграмм. Такая турка заполняет вот такую большую чашку. Вроде бы турка выглядит меньше по объему чашки, но поверьте, чашка заполняется почти до краев. Турку выбирайте такую, которая совпадает с количеством вашей порции. То есть, если вы выпиваете 150 миллилитров кофе, то вам нужно приобрести турку 160-180 миллилитров. Учтите, что там будет само кофе и на воду останется примерно как раз 150 миллилитров. Не рекомендуется покупать турки больше 400 миллилитров, потому что такое количество напитка просто-напросто не успеет приготовиться. То есть, объем большой, а времени не будет достаточно для приготовления напитка. И кофе будет недоваренным. Самое важное это продолжительность варки кофе, которая не должна быть дольше 5 минут. Есть специальные таблицы для различных объемов турок. В моем случае 300 миллилитров это где-то 4 минуты. То есть, дольше 5 минут кофе не варят, потому что оно просто потеряет свой вкус. Мало того, оно потеряет вкус. Оно будет противным, невкусным. Короче, вы его не сможете пить. По поводу перемешивания кофе. Как только вы налили в турку с предварительно насыпанным в нее кофе, и если у вас турка больше 100 миллилитров, можете перемешать. Также допускается перемешивание во время приготовления. Примерно на второй минуте. Но это не обязательно. Потому что вода делает это за нас в процессе кипячения. Именно такая вот конструкция обеспечивает хаотичное движение порошка внутри этого чудесного сосуда. В готовый кофе можно добавить специи. Шафран, кардамон и даже душистый перец. Но не стоит добавлять лед. И лучше пить его без сахара. Потому что у кофе есть свой вкус, который не стоит перебивать сахаром. Если у вас индукционная плита, то, увы, разочарую вас. Медные и серебряные турки, они не будут там нагреваться. Нужен специальный переходник. Ну а теперь от теории перейдем к практике. Вот как вы наверное услышали, когда уже кофе молится. В муку звук кофемолки меняется. Если помол будет слишком мелкий, то специалисты утверждают, что в этом случае кофе теряет 50% вкуса и аромата. Здесь у меня получается примерно 2 маленькие ложки с большой горочкой. Теперь наливаем воду. Наливаем воду, чтобы она дошла до вот такого уровня. До границы. Здесь оставьте какое-то расстояние, потому что шапочка будет подниматься. И вам нужно видеть, наблюдать за процессом. Форма джезвы. Турка. Почему она конусообразна? Потому что сверху образуется шапочка. И вот эта шапочка, она медленно поднимается. К тому же эта шапочка сдерживает внутри напитка вкус и аромат. Она как пробка. И вы при приготовлении кофе должны подобрать такую температуру, чтобы к окончании процесса у вас эта шапочка только-только начала подниматься. Как только вы увидите, что пенка, шапочка начинает подниматься, тут же снимаете с огня турку. Все. Кофе готов. Некоторые варят по-своему. Они снимают, ждут 1-2-3 минуты. Снова ставят на огонь. После этого, как только шапочка начинает подниматься, опять снимают, опять выжидает, пока остынет. И опять нагревают. И так 3-4 раза. Но специалисты не рекомендуют так делать. Все, кофе готов. Теперь оно может постоять и будет продолжаться готовиться. Можно также разливать через сито или напрямую, не фильтруя, кофейную гущу. Говорят, что даже после снятия с огня кофе, оно продолжает готовиться. Поэтому можно подождать 2-3 минуты, пока оно чуть-чуть остынет. А потом налить в него по вкусу сливки.